Привет, подписчики и подписчицы! С вами Келацин, и сегодня это мое первое интервью. Сегодня у нас интервью с продавцом табачного магазина Джереми. Поздоровайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я ему задам 10 вопросов, на которые он будет отвечать в интересах наших зрителей. В первую очередь, ну и остальные вопросы будут в качестве разнообразительного контента. Итак, первый вопрос. Вы готовы, Илья? Да. Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашей зарплате. Вас устраивает? Сколько? Ну, моя зарплата составляет, ну, это тайно, как бы. Ну, в общем, ну, не тайно. Ну, блядь, блядь, сука, снился. Особо не вытерись, это Ютуб не любит особо. Ладно. Да, 17 тысяч. 17 тысяч рублей. Вот. Это мы разобрались по поводу зарплаты. Следующий вопрос. Расскажи об условиях работы. Нравятся тебе условия? Ну, вообще, да. На самом деле, на этой работе можно рисовать, можно изучать языки, можно, не знаю, разрабатывать план действия на свои дальнейшие действия. Ну, в общем, работа, которая не требует особого внимания, чтобы можно было заняться посторонними делами иногда. Так умный, что ли? Но компетентные сотрудники обычно этим не занимаются. Итак, третий вопрос. Какие клиенты приходят, какой менталитет, какие у них особенности? Ну, вообще, на самом деле, я не хочу, как бы, кого-то обсирать, там, кого-то, там, не знаю. Ну, вообще, как, менталитет, там, довольно разнообразный. От малых детей до плохих школьников. Разношерстный публик. Да. Как бы, ну, вообще, там встретишь всех. Наркоманов, школьников, людей. Но школьникам продавать нельзя. Наркоманам тоже нежелательно, да? Ну, да, в принципе. Вот так нет. Кстати, нет, приходят и хорошие люди. То есть, типа, приходят люди, которые, в принципе, пожелают тебе доброго, два отличного дня. Скажут тебе какой-то комплимент. И ты невзрачно улыбнешься, а потом пойдешь своей дорогой. Вот. А бывает такое, что приходят люди буржуазного слоя, то есть, там, или вообще какие-нибудь чиновники, может? В своем платы где-то на 2000? Ну. Нет. Вот. Ну, в общем, богатые люди обычно не тратят время на табак, на пачечные изделия. Не, ну почему? Вопрос на самом деле спорный. Нет. Как бы бывает так, что... Не, ну туда, конечно, богатые люди не приходили. Но, в принципе, да. Ну, в теории такое возможно, но на деле, как видите, это очень редкое явление. Так, хорошо. Четвертый вопрос. Какой у вас самый часто покупаемый товар? Часто покупаемый товар? Ну, вообще, HQD. HQD вы можете купить за 380 тяжек, рублей на 300 тяжек. За 420 на 500 тяжек, за 500 рублей вы можете купить на 800 тяжек. Минутка рекламы. Да. Как бы, покупайте HQD. Московская, 215А, магазин «Спутник», город Калуга. Да, это для тех, кто смотрит из Калуги. Да, город Калуга. Да, вообще, ребят, приходите, познакомимся. Я вам расскажу все о наших условиях. Расскажу о HQD-шках, о табаке. Вообще, классно пообщаемся. И не только о табаке. Ну, да, можно только о табаке. Пиздеть. Итак, хорошо. Следующий вопрос. Расскажи о самом неловком случае на своей работе. Что ты можешь вспомнить? Блядь, я с которыми здесь ингредиенты ебали. Ой, извините. Это администратор. У него тоже интервью сейчас будет. Ну, вообще, это тайна. Я не могу сказать, какой там неловкий случай был, потому что я уважал человеческую натуру, и это тайна. Тайна. То есть неловких случаев особо и не было. Ну, или они были, но это такой вопрос, на который сложно ответить. Ну, да. Хорошо. Так, следующий вопрос. Какие пожелания ты бы хотел дать своему директору, начальнику, вышестоящему над тобой? А, никаких. Во-первых, к людям он относится офигенно. К нам... Вот их, кстати, тоже. К нам вообще, на самом деле, к зарплате, к нашим. Вот со мной работает... О, картошка? Короче, нет. Блин. Короче, к нам он относится классно. Начальство хорошее, да? Да, начальство хорошее, зарплата классная, отношения офигенные. То есть, типа, кушайте картошку. И ходите в табачные магазины? Да. Ну, допустим. Так, хорошо. Следующий вопрос. Хотел бы ты получить... Ты мне вопросы задаешь утром. Как ты думаешь? Ну, а какая разница? Ты на них ответить можешь в любое время. Блин, я отвечаю. Ну, ладно. Так, следующий вопрос. Хотел бы ты получить высшее образование и работать где-нибудь в другом месте? Или тебе здесь все устраивает? Высшее образование. Ну, нет. На самом деле, всегда человек, с точки банальной эргенции человека, вообще, может рассуждать по-легкому. Говорить, что нет, ему там не нужно образование, работа его устраивает. Конечно же, человек на все протяжения жизни, он стремится вперед, что-то делает, что-то развивается. Человек, в принципе, саморазвивается. Я не говорю о том, что я самодостаточный человек, и получаю, Игорь, блядь, самодостаточный. Но, как бы, деньги мне нужны, поэтому... Да, каждому человеку нужны деньги, каждому человеку нужно саморазвитие. Поэтому 18к в месяц, я не думаю, что это хорошая зарплата, но я уважаю свою работу из-за хорошего отношения ко мне. Поэтому я верю в... Что я сейчас говорю? А вот по поводу твоих остатков от зарплаты. На деле, какая зарплата? 4 получается? 4, ну, потому что я пропиваю. Я чуть-чуть кью, чуть-чуть. Это не означает, что... Наш канал не поощряет такие мотивации, поэтому... Но в данном случае вот так у нас получилось. Так, вот у нас тут это... Кулинара наша приготовила завтрак из лимонов. Так, а мы переходим к следующему вопросу, немного осталось. Так, предпоследний уже вопрос. Что вас интересует больше, работа или деньги? Ну, вы, в принципе, уже ответили, но можете поподробнее. Меня интересуют люди. Люди. То есть даже не работа и не деньги, а сами люди. А сейчас я тебе принесла, чтобы затохнуться больше. Какие? Такое интервью, да. А это рома... Не, не ромашка, а... Что? Ну, так что тебя интересуют? Люди, то есть, да? Да. Ну, нет, вообще мне интересуют деньги. Да, блядь, всех, сука, интересуют деньги. Всех интересуют деньги, но хорошие отношения тоже, и люди тоже должны быть с вами, когда у вас есть деньги. Ну, и последний вопрос у нас по профессии по этой. Советы. Советы, которые вы бы дали тем, кто хочет работать на вашем месте или в похожем месте. Вот, что бы вы хотели им пожелать, может быть? Блядь, ну, вообще как? Порядка на рабочем месте. Очень, ну, как бы, блин, нет, на самом деле, больше позитива, ребят. Больше улыбайтесь, больше стремитесь к тому, чтобы улыбаться. Ну, вообще круто всё. С вами был Джереми Вульф. Да, и ведущий программы Телоцин. Подожди. Если что, можете приходить ко мне в Калугу, и если это интервью соберёт, не знаю, сколько у тебя самое большое просмотров? Ну, самое большое 5 тысяч, но интервью у меня набирал. 5 тысяч, ребят. Ну, ты наберёшь просмотров 20, наверное. Соберите, не знаю, 1300 тысяч просмотров, вот, и я приеду... Если тебе плюс-то 500 покажут. Каждому домой и подарю мандарины. Я шпидею. Всё, спасибо. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Ждите следующих интервью. Возможно, у нас будет сейчас интервью с копирайтером. Уверь. Так что, до новых встреч, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте жать на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о моих новых видео. А мы будем есть картошку и мандарины. Всё, до встречи.